Коллеги, здравствуйте! Как меня слышно? Слышно ли, видно ли? Я знаю про лак, на самом деле я сказал какую-то фразу, а вы только сейчас ее услышите и ответите. Ага, отлично, Ян. Расскажите громче, тише. У всех ли видео звук, у всех ли звук есть? Мне кажется, там звук по умолчанию отключен, поэтому нужно нажать кнопочку включения звука. По-моему, так. Отлично, ну коллеги, предлагаю тогда начинать. Все готовы? Сегодня у нас день открытых дверей на курсе разработчика Spring Framework. Меня зовут Двожецкий Юрий. А, да, у нас есть целый слайд, провидно, слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсик или минусик, слышно или видно. И мы начнем. Ага, вроде, 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 вроде все окей. Ну, отлично. Коллеги, тогда предлагаю начинать. Расскажу сегодня, какой план нашего дня открытых дверей. Ну, вначале мы поговорим про проект Отус, что это такое, какие его отличительные особенности. Плавно это перетечет в образование Отус, что это такое, как построено образование. Поговорим побольше непосредственно о программе курса. Ну, как он устроен, почему проходятся те или иные темы. Ну, в общем, поговорим подробно о программе курса, вообще что предстоит. Безусловно, у нас будет секс о организационных вопросах, отвечу на некоторые организационные вопросы. Ну, и, безусловно, дальше будут ответы на ваши вопросы, хотя вопросы вы всегда можете задавать по ходу вебинара. В общем, вот спокойно пишите в чат, для этого чат и есть. Ну, предлагаю немножко тогда поговорить вообще про образовательный проект Отус, чем он отличается от всех остальных. Ну, и, безусловно, отличительной чертой проекта Отус является то, что мы не учим с самого начала. Нашими студентами, нашими слушателями являются те, кто уже обладает определенным бэкграундом. В случае с фреймворком Spring Framework, это как минимум еще и бэкграунд Java, который необходим для того, чтобы разрабатывать на Spring Framework. И как раз требуются определенные навыки, для этого как раз введено вступительное тестирование. Оно введено совсем не просто так, оно введено именно для того, чтобы говорить со студентами о более высокоуровневых вещах, чтобы не отвлекаться на самые мелочи. Конечно, если есть какие-то небольшие пробелы в знаниях, хочется знать подробнее что-то другое, безусловно, это будет отражено в ревью домашних заданий, но про это чуть-чуть попозже. Другой отличительной чертой являются преподаватели. Преподаватели, в частности я, это не просто преподаватели, это, безусловно, люди, которые работают непосредственно в проектах, выполняют свои обязанности. И как раз многое, что проходится на курсе, оно именно взято из повседневной жизни, причем вплоть до того, что вчера вышел какой-то фреймворк, сегодня утром его попробовали на работе, а вечером давайте расскажем его вам, вот такая вот крутая штука. Поэтому в действительности это актуальные знания и актуальность именно с точки зрения потребностей, потому что преподаватели являются, ну, являются, собственно, программистами наравне с вами. Но отличительной еще чертой является, так называемая, работа с группой. Очень здорово, что вот на курсах складывается такое комьюнити, вы можете задавать вопросы, задаются, безусловно, задания. И очень здорово, что формируется такое комьюнити, которое позволяет работать вместе, спросить что-то у товарищей, спросить у коллег, ну, и, конечно же, спросить у преподавателей. Конечно же, всем этим рулят и способствуют преподаватели. Ну, и особенностью проекта ОТОС является, ну, как и теоретические части, это не какие-нибудь, это не какие-нибудь маленькие видео, это полноценные вебинары, которые проходят онлайн. Вы можете задавать вопросы, непосредственно общаться с преподавателем. Конечно, они, безусловно, доступны и в записи. Мы стараемся, чтобы и в записи человек ощутил какое-то общение от просмотра видео. И, безусловно, практическая часть. Причем практика представлена очень в разнообразном виде. Это могут быть как отдельные домашние задания, которые даются конкретным вебинарам, так и, безусловно, какие-то, безусловно, большие проектные занятия, задания, какие, мы про это поговорим чуть попозже. Ну, в общем, вот отличительной чертой является, конечно же, практика. Ну, и живое общение, как и в реальной жизни, общение в жизни программиста – это очень важная часть. Казается не только обмена опытом, но и вообще просто общение. Ну, поэтому вот так вот у нас организована работа. Про это я еще скажу чуть-чуть попозже. Ну, другой отличительной чертой проекта Otus является партнером проекта. Вообще, если вы заходили на страничку курса Spring Framework, то вы можете увидеть компании-партнеры. И они предлагают, в частности, успешным выпускникам, кто проявил себя, кто показал интерес к Spring Framework, пройти собеседование, ну, и перейти на релевантные позиции. В основном, это позиции middle. Ну, и, конечно же, отличительной… Про это я уже начал говорить. Отличительной чертой проекта Otus является трудоустройство. Ну, собственно, про это я и сказал. И другой отличительной чертой является отбор лучших специалистов, рейтинговая система. Ну, в общем, будет очень-очень интересно. Про это скажу, в частности, чуть-чуть попозже. Ну, и немножко хочу сказать про программу курса. Вообще, программу курса разрабатывают с учетом реальных потребностей. Это не только какие-то хотелки преподавателей, то, что мы давайте пройдем какую-то вещь. А в действительности Spring Framework является лидером на рынке Java-программирования. Не побоюсь сказать, что 80% всех проектов, коммерческих проектов, они так или иначе используют Spring Framework. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Тем не менее, это очень-очень востребовано. И, конечно же, темы, которые раскрываются в курсе, это, безусловно, требования производства. Это современные требования к разработчику. Так, ну, вроде про собеседование я уже сказал. Ну, и, соответственно, миссия проекта – это соединить крутых специалистов, обученных, замотивированных, ну, соответствующими топовыми IT-компаниями. Может быть, у вас вопросы какие-нибудь есть? Возникли по ходу. Вы можете их спокойно писать. Есть небольшой временной лаг. Поэтому, пока вы пишете вопросы, я немножко скажу о себе. Меня зовут Дворжецкий Юрий. Вот здесь вот немножко чисел, которые связаны со мной. В Java… Ну, я женат на Java очень-очень давно. Еще начиная с JDK 1.4 в свое время. Ну, как ни странно, я свою жизнь попрограммировал на много чем. И, как ни странно, я являюсь тем, что называется FullStack. И, как ни странно, у нас в курсе даже, безусловно, присутствует тема касательно UI, касательно фронтенда. Потому что это действительно востребовано. И, в частности, мы некоторые вещи поймем, почему они на бэкэнде делаются вот таким вот образом. Именно потому, что мы познакомимся с кусочками UI. Ну, вот такой вот слайд про меня. Ага, начинаются вопросы по теме реальные проекты. Я про это скажу чуть попозже. Про проект, который будет создаваться в рамках курса. Конечно. И реальные проекты, более того, они уже создаются. Совсем недавно была защита проектных работ. И очень приятно было видеть именно практические задачи, реальные задачи, которые решаются по время курса. Так, микросервисы будут? Да, Вячеслав. Вячеслав, более того, там не будет микросервис. Там определенный кусок курса. Начиная с некоторого момента, мы просто будем так или иначе говорить про микросервисы. То есть микросервисная архитектура, она очень сильно затронула сейчас технические решения. И мы вот целый блок, ну вообще один маленький блок, вообще только про микросервисы будем говорить. А достаточно большой крупный блок мы будем говорить вокруг для около, почему так будет использоваться. Так, про тему предлагаю отложить вопросы до того, как мы рассмотрим. Ну вот какие темы будут рассматриваться. Чуть-чуть потерпеть, прикажется, что Джакарда это, ну совсем там все плохо. Спринклауд у нас будет использоваться, но уже ближе к концу. Ну и соответственно работа с докером. Коллеги предлагают тогда вопросы по программе отложить чуть-чуть попозже. Так, вот понятие JSON сервера в хайбернейт так или иначе будет, но только вот небольшой. Так, спринк-зависимость появится, конечно появится. Я немножко расскажу почему, ну вот про программу. Вообще говоря, спринк-фреймворк, он достаточно, как бы так сказать, это не просто фреймворк, используется очень-очень много проектов. И, к сожалению, некоторые проекты, они пилят свои велосипеды и вообще чисто технические задачи пытаются решить самостоятельно. Вот как раз спринк-фреймворк позволяет взять просто готовый кусок и сосредоточиться на написании бизнес-логики. Поэтому спринк-зависимость с точки зрения решения технических задач, да, появится и как раз я, ну то есть это, я буду этому способствовать. Вот мы этим будем заниматься. А чтобы уделить как можно дальше времени больше бизнес-логики и так далее, и так далее. Ага, про цепочку, а я не готов сейчас ответить на этот вопрос про переход к такой цепочке. Мне кажется, скала, это, ну, переход от спринга к сталу немножко некорректен, возможно, от Java к скалу переходить. Вот, в общем, я не знаю, как на такой вопрос ответить. Ну, коллеги, тогда плавно будем переходить сейчас про программу курса. Собственно, я сейчас расскажу про программу курса, потом рассмотрим некоторые организационные моменты, когда у нас будут проходить занятия, ну, вообще, как будут проходить форматы, что мы будем делать. Поговорим немножко про временные затраты. Расскажу, покажу некоторые числа. Поговорим, как будет проверяться домашняя работа, что они собой будут представлять. Как мы будем взаимодействовать, вот, жить в нашем комьюнити, комьюнити на некоторое время. Ну, и, безусловно, как мы будем с вами общаться. Ну, предлагаю чуть-чуть поговорить про программу курса, ну, что мы будем проходить. Ну, здесь написаны цели, вообще, что вы сможете сделать после этого курса. Эти цели, ну, можете прочитать, не буду их цитировать. Вообще, основной целью, ну, вообще, если вы попали в проект, где есть спринг, вообще не бояться его. И это вначале, это мы буквально за первые три занятия перестанем бояться спринга, а дальше мы будем использовать его, ну, вот, максимально, и причем уже даже не выживать, а просто, ну, вот, просто быть самым крутым в проекте, где есть спринг. Решайте технические задачи. Более того, мы затронем, безусловно, будут затронуты веб-приложения с некоторого момента, правда, только. Мы затронем веб-приложения, и, начиная с некоторого момента, мы будем изучать только веб-приложения, причем, как они организуются в современных проектах, ну, с учетом нагрузки, с учетом стопроцентной доступности сервисов, ну, с учетом кластеризации, с учетом распределенности систем. Ну и все это найдет отражение в частности в микросервисной архитектуре. Вот мы будем максимально эффективно разрабатывать подобные приложения. И очень приятно, что вот к некоторому концу, к последним работам, ну даже простые проекты, они разворачиваются в кластере с учетом всяких фишек и так далее, и так далее. Про мобильные приложения мы не будем касаться, к сожалению, но делаются проекты, когда серверная часть пишется на спринге, а уже мобильные приложения являются клиентом для нашего сервиса. Вот. Ну, кстати говоря, некоторые плюшки для мобильных сервисов мы будем рассматривать. Правда, не всегда, возможно, будет понятно, что это именно для мобильных, но я буду говорить, что вот мобильных, для сервера мобильных приложений это принципиальные вещи. Ну и, как ни странно, мы будем проходить достаточно много дополнительных технологий, в частности, докер, про который был вопрос в чате, различные, ну, различные дополнительные технологии, хайбернейт, связанные с облаками, ну, в частности, с пинклавов, хистрикс и прочие, прочие, прочие другие. Вот. Поэтому это будет включено в приложение и, ну, собственно, про это будем говорить. А изюминкой, отличительной чертой еще проекта является реактивный стэк. Не буду сейчас говорить про реактивный стэк, что это такое, для чего он нужен, но про это у нас будет целое занятие, даже почти что два занятия, зачем нужно реактивное программирование. Но, тем не менее, у нас есть блог, что некоторые фреймворки мы будем использовать в альтернативной реактивной версии. Ага. Отвечаю на вопросы. Да, Вячеслав, прошу прощения, но рассматривается на примере хистрикс и, конечно же, ресайлент 4G будет рассматриваться. Хистрикс – крутая библиотека, но, к сожалению, уже не поддерживается. Да, это правда. Это и условно про хистрикс сказал. Конечно же, ресайлент 4G. Так, альтернативы Spring-Go будут ли рассматриваться? Отвечаю на вопрос Варжи, Вячеслав. Нет, не будут рассматриваться. Правда, аспект G мы будем рассматривать вместе со Spring-Go. Микронавт, ну, микронавт крутой фреймворки, я, к сожалению, его еще не посмотрел, но есть пару слов мы расскажем. Но альтернативы Spring-Go рассматриваться не будем. Курс посвящен целиком Spring-Фреймворку. Ну, и как бы так сказать, Spring-Фреймворк, он настолько много различных технологий, различных технических задач покрывает, что там, ну, как бы так сказать, целиком Spring-Фреймворку нет альтернативы. Вот, в итоге нет альтернативы. Но различные технологии, с которыми позволяет работать Spring, мы будем рассматривать некоторые альтернативы. Вот, надеюсь, ответил на вопрос. Так, в двух словах, можно немного использование Spring в проекте. Я уже сказал такую цель. Вот, если вы используете грамотно Spring, то вы можете сконцентрироваться именно на бизнес-логике, то есть на вашем бизнесе. А технический задач, ну, просто отдать на съедение Spring, на съедение Spring-Go или одному из его подпроектов. И это как раз позволяет сэкономить море времени, не допустить массы ошибок, которые встречаются, если пилить свой же велосипед. Поэтому, ну, вот такая вот крутая штука. Александр, каждую мы не будем рассматривать по поводу... Каждую мы не будем рассматривать строительство G2E, потому что, ну, из некоторых моментов просто, как бы так сказать, ну, в G2E не будет такой технологии, и, ну, в общем, как бы так сказать. В общем, в G2E не будет такой технологии, мы будем проходить оболочку Spring-Go, поэтому с G2E, ну, в принципе, сравнивать не с чем, вот, в данном случае. А основные принципы, ну, касательно IOC, аспектно-ориентированного программирования, которые встречаются также в G2E, мы, безусловно, их пройдем, но они достаточно общие, они скорее нашли отражение Spring, чем, ну, вот, сравнивать G2E и Spring. Spring Boot будет, да, мы буквально первые три занятия, три домашние, сделаем без Spring Boot-а, а дальше начнем все делать со Spring Boot-ом и будем плеваться, почему мы не делали это до этого без Spring Boot-а. Вот, ну, и с некоторого момента мы уже разучимся писать на чистом Spring-е, ну, конечно же, это шутка, вот, не разучимся, но Spring Boot позволяет максимально сократить время и, ну, вот, зачем тратить в обучении и, ну, и в практике производстве. Поэтому с некоторым моментом вообще все будет на Spring Boot-е. Вот. Ага, отвечаю на вопрос Яна. Нет, будут еще преподаватели? А про это мы на первом занятии, наверное, скажем, кто, когда будет вести, и будут еще преподаватели, так что не переживайте. Очень здорово, что некоторые темы найдут отражение в разных интерпретациях, в разных преподавателей. Вот, отвечаю на этот вопрос. Так, как-то мы плавно так переходим к следующим темам. Вот. Ну, коллеги, давайте я расскажу немножко, ну, вообще, про Spring, который нас будет ждать. Здесь приведена последовательность тем, примерно в таком порядке мы их и будем проходить. Ну, во-первых, мы пройдем то, что называется базовый Spring. Ну, то, что, скорее всего, имеют в виду, когда говорят у нас в проекте Spring. Вот. Именно это мы и будем проходить. Дальше мы уже будем проходить более специфичные задачи подключения к базам данных. Причем, как к классическим реляционным базам данных, SQL-базам данных, так и к не классическим, но и SQL-базам данных. Очень здорово, что, ну, SQL-подходы приживаются у студентов, и, например, некоторые не могут вообще видеть реляционные базы данных после, например, знакомства и некоторого программирования с Монгой. И это очень здорово. Хотя, за исключением специфичных домашних заданий, на какой базе данных вы будете выполнять работу, это не имеет значения. Но, безусловно, мы познакомимся работы с Монгой. Мы, безусловно, поговорим про разработку веб-приложений. Вообще говоря, там кода генерации как таковой Spring нет, но это отвечает на вопрос в чате. Но будет очень много плюшек, связанных непосредственно с веб-миссией, и так или иначе мы будем проходить очень долго разработку веб-приложений, задачи, которые решаются в рамках веб-приложений. Ну, вот как-то так. Безусловно, дальше мы будем проходить, у нас так блок и называется, Zen и около. Мы будем проходить облака, различные плюшки DevOps, плюшки Configuration Management. Некоторые Java-технологии, которые, вообще говоря, не касаются Spring, но находят отражение Spring и очень важно про них знать. То, что касается распределенных систем в частности, ну и, безусловно, корпоративных задач, касающихся Spring Security, аутентификации, авторизации и так далее, и так далее. Отличительной чертой является решение некоторых архитектурных задач. Вообще говоря, про архитектуру, про важные вещи в проекте, мы так или иначе будем говорить на многих занятиях, и как раз мы поймем, почему делаются те или иные вещи, например, почему UID, это достаточно крутая штука в качестве ED-шника в базе данных. И мы это так или иначе осознаем за несколько занятий. Ну и, вообще, безусловно, будем говорить про микросервисную архитектуру, которая находит сейчас отражение в современном мире. И, как ни странно, мы не в ущерб монолитной архитектуре. Монолиты и плюшки, которые позволяют нам жить совместно в монолитах, мы тоже будем проходить. В общем, разные архитектурные стили мы пройдем. Ну и, безусловно, отличительной чертой является реактивный Stack Spring. Что это такое, это уже будет отдельно. Так, поступают некоторые вопросы. Ну, про коды генерации GUI я рассказал. Что касается, отвечая на вопрос Вячеслава, будет ли ЖУК. Про ЖУК мы скажем, но это буквально будет на последнем занятии. В действительности мы будем использовать активно Spring Data, поэтому и ЖУК там, как бы, так сказать, сбоку. Но это альтернативный вариант, про него мы, конечно, скажем, как дополнительная технология. Но мы, в основном, будем использовать Spring Data для подключения. Ага, Алексей. Ага, я, к сожалению, забыл, про какую вы эту фразу сказали. Приходят на работу. Так, фронт будет. По поводу фронта. Безусловно, ну, Java лидер в разработке веб-приложений, и мы будем так или иначе касаться веб-приложений. Фронтенд является неотъемлемой частью большинства веб-приложений. Поэтому у нас, безусловно, работы будут. Вот. Но насколько глубоко вы хотите, насколько глубоко вы хотите погрузиться во фронтовую часть, и как раз и будет определять, ну, дальнейший ваш выбор. Есть, безусловно, выбор сделать очень простой фронтенд для вашей задачи. Ну, и чуть-чуть мы его поэволюционируем, и все. И закроем тему фронтенда. Но, если есть желание развиваться, очень здорово, что мы будем пробовать, ну, есть возможность попробовать React. У нас будет целое специальное занятие. Мы покажем вам примеры с Vue, с React, с Angular, как это все дружит непосредственно со Spring, с его ростовым API. И если есть желание, то вы можете параллельно попрактиковаться в React. В этом случае, если вы выбираете такой путь, то, ну, мы, как бы так сказать, тоже непростое отношение имеем к React, поэтому проверять будем со всей строгостью. Ну, и надеюсь, вам приятно будет получить отзыв, ну, вот о вашей работе с точки зрения непосредственно JavaScript программирования. Но, безусловно, есть вариант, ну, если совсем JavaScript не лежит на душе этого, это, конечно же, ваш выбор, заставлять мы вас не будем, поэтому есть возможность просто быстро сделать домашнее задание, сдать его, и все, и забыть это, как страшный сон. Вот, это к ответу на вопросы касательно фронту. Безусловно, мы будем работать с REST API, ну, вообще, что такое REST, и что такое REST API, и как оно реализуется в Spring, у нас вообще, по-моему, три занятия посвящено в итоге. Как их правильно писать, ну, безусловно, это найдет отражение. Так, да, в частности, пожалуйста, если хотите на Bootstrap, можете на Bootstrap работать. Отвечая на вопросы, Spring Data, мы будем не только в разрезе GPA, мы поговорим про Spring Data GDC, ну, новый, новый достаточно проект, который сейчас появился, и у нас будет целый блок про Spring Data NoSQL, касательно Spring Data подключения к NoSQL базам данных. Вот, безусловно, мы еще поработаем с чистым Spring GDC, для того, чтобы, ну, вкусить хардкора, или, например, для того, чтобы писать код в сильно нагруженных приложениях, в которых, ну, чистый GDC достаточно хитрая технология. Так, Svelte будет, если хотите, можете попробовать. Нет, специально не будем. Специально не будем делать. Что касается Kotlin, в действительности, ну, код мы, безусловно, будем показывать только на Java. Сборщиком будет являться Maven, но на каком сборщике и языке вы будете делать домашние задания, роли никакой не играет. Вам нравится больше Gradle? Круто. Уважаю за то, что вы цените скорость сборки. Вам нравится писать на Kotlin? Поверьте, на Kotlin вам понравится Spring еще больше, потому что кода там становится намного меньше. И, безусловно, мы на Kotlin будем проверять домашние задания. У нас уже много случаев было, когда, все, мы не хотим писать на Java, мы хотим писать на Kotlin. Пожалуйста. И мы достаточно проверяли, ну, достаточно хорошо, надеемся, проверяли с точки зрения Spring, ну, и не умерли. И достаточно действительно компактный код получается. Поэтому Kotlin вы использовать можете. Но, к сожалению, все примеры мы будем приводить на Java. Я думаю, разработчикам Kotlin никаких проблем это не доставит. Ну, и отвечая на вопрос, конечно же, Spring применяется еще вместе с Kotlin. Он достаточно красивый получается. Ближе уже к концу мы будем проходить некоторые плюшки, которые в Spring добавлены вообще только для Kotlin, чтобы писать все в функциональном стиле. Вот, но единственное, Spring не очень дружит со Skala. Для Skala есть другие фреймворки, безусловно. Поэтому, ну, вот как-то они не очень дружат. Я слышал про то, что существуют проекты, которые, ну, вот их подружили. Но просто Skala, он достаточно абстрактный язык. И, например, ну, вот понятию BIN у него есть свои собственные альтернативы. Так, ну, отвечая на вопросы. Облака – это не только Spring Cloud. Мы будем говорить вообще, ну, просто, когда у вас развернуто приложение в облаке. То есть, когда появляются задачи балансировки и все остальное. Ну, то есть, это не только Docker, это не только Spring Cloud. Ну, и вообще, когда проекты развернуты в облаке, возникает, ну, масса других задач. И посмотрим, как мы будем решать. В AppSocket мы про них пройдем, поговорим. На самом деле, там ничего сложного нет. Я не знаю, почему их все время, ну, там, выделяют отдельно. О, в AppSocket, ничего сложного нет. Вот. В AppSocket мы пройдем, увидим. Так. Сколько по времени курс я про это сейчас расскажу. Почему не дружится Skala? Я прошу прощения, если обидел Skala разработчиков, которые подружились со Spring Cloud. Но вот я просто знаю, когда не подружились. Вот. Если знают, то да. Так, Elasticsearch. Ну, про Elasticsearch мы поговорим немножко. RabbitMQ поговорим про некоторые задачи, как с ними подключаться. Но вообще, это просто специфичные технологии и сложности работы с ними нет. Вот. Ну, как работать через Spring, расскажу, причем в некоторых ситуациях. Ох, мы как-то программе уделили внимание большое. Так, немножко комментариев, что хочу сказать дополнительно. Это в действительности темы подобраны, это действительно хардкор. То есть, для того, чтобы погрузиться во все темы, требуется уволиться с работы, уйти в программирование. Поэтому, приготовьтесь к тому, что там достаточно много материала будет. Мы старались сделать не только какие-то основы, но и погрузиться еще в дополнительные технологии. Например, проходя Spring Data GPA, мы, безусловно, рассмотрим еще и GPA. Ну, для тех, кто не проходил, некоторые фишки. Поэтому, погружаясь в некоторые технологии, у нас получился такой почти хардкор. И получился не только обширный такой курс касательно многих разных тем, но еще и в глубину. В некоторых местах мы очень сильно еще копнули. Поэтому, ну, кстати говоря, сильно, в общем, сильно уставшие программисты нам не писали. Но практика показывает, что если встает вопрос про каникулы, хотим ли мы устроить каникулы, то, ну, не захотели каникулы никто. Ну, то есть, все захотели каникулы почему-то. Ну, вот такой вот, такой вот хардкор. Так, что еще хочу сказать. Безусловно, для каждых материалов предоставляются еще материалы для самостоятельного обучения. Поэтому, если вы хотите копнуть еще больше, глубже, предоставляются материалы, ссылки. Ну, изучайте, не хочу. Ну, на много лет вперед вам хватит этих ссылок изучать. Ну, и отличительной чертой, как я уже говорил, являются смежные проекты. Причем из смежных стеков. Поэтому, ну, например, если мы не познакомимся с докером, мы не поймем некоторые плюшки Spring Boot. Поэтому мы знакомимся с докером, знакомимся, как разворачиваются в облаках современные приложения. Ну, как разворачиваются в кубернете, в частности. Ну, и очень здорово, что Spring имеет некоторые плюшки для поддержки этих технологий. Так, ну, давайте я перейду сразу к слайду ваших вопросов и буду отвечать на вопрос. Ага, будет использовать, ну, GMS и различные плюшки, ну, в частности, Spring Integration. Когда это действительно необходимо, когда это нужно будет работать. Ага. Так, что еще хочу сказать. Кем потом возьмут работать? Ну, вакансия называется Java разработчик. Вообще говоря, в большинстве вакансий, безусловно, требуется Spring. Поэтому мы будем это проходить. Как ни странно, задачи, которые придется решать, например, на работе, это будет не весь стопроцентный курс. Мы будем проходить, например, основу DevOps. Часто в больших проектах есть просто выделенные DevOps инженеры, которые решают соответствующие задачи. И, собственно, не придется это делать. Но мы старались покрыть задачи таким образом, что большинство встречающихся на непосредственной работе задачи нашли отражение в курсе. Конечно же, мы не погружаемся в какую-то бизнес-логику специфичного проекта. Но мы будем ставить на технические задачи. Ну, в общем, скорее всего, они так или иначе будут отражены в курсе. Если я ответил на ваш вопрос. Так, отвечаю дальше на вопрос. Stream.py поддерживает. Да, причем, кстати говоря, вот про параллелизм, как правильно организовать приложение. Это, в частности, Reactive Stack Spring. Мы поговорим, как лучше утилизировать процессы. Как, собственно, параллелизм организовать правильно, без блокировок, например. Ну, и всякие неблокирующие плюшки. Вот про это как раз реактивный стэк. И мы про это, безусловно, поговорим. И Sprint не просто поддерживает, он, ну, то есть впереди планеты всей, того, как поддерживать реактивное программирование. Так, Вячеслав, отвечая на вопрос. Ламбок, безусловно, мы используем. Вавер мы не используем. Вообще говоря, мы примеры сейчас переписываем плавно на Java 12. Но большинство проектов, они написаны на Java 8. И, в принципе, от версии Java не сильно все зависит. Мы некоторые современные плюшки будем проходить, которые используются в Sprint. Но Sprint, он достаточно широкий фреймворк. И, вообще говоря, используя какую-то специфическую плюшку Java 12, его не смогли бы использовать в Java 8, например. Поэтому мы будем проходить, в общем, Sprint от версии GDK, ну, почти ничего не зависит. Так, отвечаю еще на вопросы. В какой IDE-шке? Я настоятельно рекомендую Ultimate Ideal. Это не реклама. Вот, потому что она имеет, ну, как бы так сказать, вы можете нажать на кнопочку и увидите там все бемы. Все просто как на ладони. Есть дополнительные интеграции, ну, дополнительные подсказки. В общем, с Ultimate Ideal все очень здорово. Сразу хочу сказать, что есть слушатели, которые вообще идею на ног не переносят. Вы можете разрабатывать в любой среде, в которой вам удобно. Но, лично мое мнение, что ничего лучше Ultimate Ideal нет. Вот, Ultimate как раз и содержит плюшки для Sprint, да, для Sprint Boot дополнительные. Ну, и это сильно ускорит работу, понимание и так далее, и так далее. Ой, а я, если честно, не знаю про Sprint Suite. Бесплатно. Нет, вы можете использовать Community Ideal. Никаких проблем нету для использования Community Ideal. Вот, но просто очень удобно будет с Ultimate Ideal. Конечно, вы можете NetBeans использовать, но, в общем, все, что хотите. Можете в фаре программировать, и ничего страшного нет. Ну, вот с Ultimate, ну, в общем, я выразил мое личное мнение. И это не реклама, мне за это никто не заплатил. Нет, не обязательно, нет, не обязательно Sprint интеграции. Вы можете смело писать, ну, в смысле, смело писать в Community Ideal. Ну, в частности, вот у меня на ноутбуке Community Ideal, и, ну, я не умер. Хотя некоторые плюшки, конечно, приятно. Community Edition. Ну, по-моему, был такой, вот я боюсь, вот я опять боюсь сказать, по-моему, вариант обучения, ну, вот, ключей к идее он когда-то был, но не факт. Вот, мне кажется, что это я такое слышу. Ну, можно будет спросить. Вячеслав, будем использовать, вот, в частности, про Legacy проекты, и как работать со всем с огромными проектами-монолитами, у нас, безусловно, будет определенный кусок, кусок вебинаров, вот, посвященных. Монолиты, отсюда, в частности, следует работать с Legacy кодом, они так или иначе возникают в реальном производстве, и мы, конечно же, будем с ними, с ними пробовать. Eclipse, нет, не сильно отличается, это для любителей, ну, то есть, предлагаю закрыть холивар, кто круче. Вы можете на любой IDE-шке писать. Вот, коллеги, какая вам ближе, с какой вы эффективнее работаете, вот на то и пишите. Предлагаю закрыть холивар. Ну, и если нету других вопросов, предлагаю двигаться дальше. Поговорим про длительность курса, расписание занятий. Ага, вопрос еще поступает. Ладно, давайте сейчас будем говорить. Eclipse, кстати, да, вот, пожалуйста, пример. Eclipse, бесплатный плагин для спринга, все у вас будет, и так далее, и так далее. Так, ну, про Ultimate, предлагаю закрыть тему IDE-шек. В общем, можно писать во всем, чем угодно, принципиально разницы нет. Вот. Двигаемся, двигаемся дальше. Поговорим про длительность курса и расписание занятий, как он устроит. Вообще говоря, курс длится 5 месяцев, это 32 занятия. Есть месяц проектной работы, когда вы можете выполнять ваш собственный проект, а вы можете также доздавать домашние задания. Вообще, курс, он устроен таким образом, что допустимо некоторое отставание. Вы можете чуть-чуть отстать от домашних задач, и так далее, и так далее. Поэтому у вас будет месяц, чтобы доздать эти домашние задания. Будет несколько консультаций по проектной работе. Мы как раз будем рассказывать, что будет представлять собой проект, как лучше выбрать тему. Если у вас уже тема выбрана, иногда тема выбрана сам на начало курса, вот, то как еще лучше поступить, ну, сделать некоторые решения. В общем, вот такой вот план работы. Задания будут проходить во вторник, в пятницу. Это только сегодня, день открытых дверей проходит в четверг. Вообще, они будут проходить в восемь вечера московского времени, вторник-пятница. Вот такое расписание. Вообще, предполагаются недельные каникулы. Практика показала, что иногда хочется два раза каникулы сделать. Ну, то есть, два раза по одной неделе. Ну, вообще, предполагаются одни недельные каникулы. Ну, и обычно мы проводим опрос у слушателей, когда им удобно. Ну, и иногда некоторые занятия выпадают на выходные дни. И поэтому, например, сразу после этого делать каникулы смысла нет. Ну, в общем, мы проводим опросы, когда будет удобно. И таким демократично и немножко деспотичным образом мы выбираем от проведения каникул. Отличительной еще чертой является, так называемый, весь час с преподавателем. Вы можете во время курса еще поговорить целый час с преподавателем, ну, по техническим темам, когда у вас будут вопросы, которые необходимо занять. Как использовать ту или иную технологию. Ну, в общем, вот если хотите вот час такой вот консультации, она также включена. Включена выслесия. Вопросы какие-нибудь? Отвечаем на вопросы. Ага. Да, есть еще рефакторинг. Это очень здорово. Совместная разработка. Нет, совместная разработка. Я не так немножко сказал. Каждый будет трудиться над своим заданием. Проекты каждый будет выполнять самостоятельно. И домашние задания, безусловно, не индивидуальны для каждого. Совместно мы можем обсуждать, задавать вопросы. Но разработка у каждого будет индивидуальной. Есть несколько причин, почему проекты не коллективные, почему работы индивидуальные. Связано это с тем, ну, например, проект, он как минимум состоит из веб-части, из бизнес-логики бэкэнда, логики подключения к базам данных. Ну, и если это SQL, база данных, все-таки схемы работы с базой данных. Если бы слушатели работали вместе, то такая практика, ну, такое всегда бывает и в проектах тоже. Кто-то делает, например, фронтовую часть немножко бизнес-логики, кто-то делает, ну, немножко бизнес-логики подключения к базам данных. И, к сожалению, не получается познакомиться со всеми дополнительными плюшками. Поэтому совместной разработки у нас не будет, она будет только индивидуальная. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. Так, по поводу отчисления. Не, не отчислят. Причем вы прекрасно можете посещать занятия. И у нас был такой, как бы так сказать, случай, если корректно его назвать, когда в последние дни человек сделал все домашние задания. И он пачкой-пачкой их сдал. То есть не отчислят, но мы честно проверим. Конечно же, для того, чтобы осознать некоторые технологии, лучше их изучить. Домашние задания лучше делать в нормальном темпе. Ну, в общем, подряд, постоянно, по чуть-чуть. Допустимо, некоторые отставания, ну, то есть прямо в программу курса заложено. То есть вы можете чуть-чуть отстать по домашним заданиям. Потому что, ну, как бы так сказать, иногда есть некоторые занятия, где теория очень большая. Поэтому мы изучаем теорию, и практическое задание будет совсем небольшое. А есть занятия, где теории совсем немного, но практическое занятие, оно действительно занимает много времени. Поэтому, чтобы так, ну, вот, решили не балансировать все равномерно. В общем, в какие-то месяцы вы будете догонять. Ну, в общем, мы решили так сбалансировать, что, ну, чтобы вы чуть-чуть отставали, но потом могли с радостью навырстать. Будут занятия, которые, ну, с крутой теорией. Например, работа с докером. Это крутая очень теория. Практика, как таковая, там, ну, совсем небольшая. Вот, там и так все будет понятно. Так, что еще хочу сказать. Выпускной проект можно сделать командой. Нет, нельзя. Вот я про это уже объяснил, потому что... А, ну, в смысле, командной слушателей нет. Нет, но практика, история, я бы даже сказал, показала то, что некоторые слушатели работают уже в реальной команде. Ну, то есть, они выполняют обязанность в проекте, и в качестве выпускной работы они говорили, вот есть проект, вот это вот моя часть из этого проекта, и я ее презентую. Ну, что можно показать, когда нет НДА и прочее-прочее. Вот, и демонстрируйте. Ну, в смысле, ну, и вот демонстрировали такой вот проект. Но вместе, настоятельно рекомендую не делать вместе, потому что, ну, повторюсь, кто-то выучит лучше, ну, UI-ную часть касательно контроллеров, ну, касательно веб-интерфейса. Кто-то лучше изучит, ну, часть касательно, касающаяся базы данных. И как раз очень хочется, чтобы, ну, вот как-то равномерно прошло обучение, ну, и программа на это рассчитана. Так, Алексей, да, конечно, нет, конечно, буду показывать. У нас очень много всяких практик, и у нас, безусловно, будет работа с ГИТом. Вы будете сами чекаутить, сами смотрите результат, который показывается. Где-то будет лайф-кодинг, где-то во время вебинаров вы будете программировать. Ну, я даже сказал, почти во всех вебинарах вы будете программировать, ну, программировать, писать маленькие кусочки кода, смотреть, что получается. Ну, и будем разбирать сразу решение на вебинар. Поэтому, ну, вот, у нас очень много практических активностей запланировано на вебинарах. Поэтому не переживайте, успеете насмотреться на результат, на код, который будет получен, и написать еще тоже успеете. Ага, ну, отвечая на вопрос, да, у нас будут образцы, у нас будут, ну, там, в гид-коммитах сделаны задания. Если у вас что-то не будет получаться, вы можете, там, чекаутиться на коммит ниже. У вас будет решение, у вас будут задания, где можно сделать. Поэтому у нас, конечно же, будут репозитории. Мы все старательно сейчас перетаскиваем в один большой репозиторий, чтобы можно было один раз чекаутить все. Но этот процесс идет, пока это, ну, вот, отдельные репозитории, ну, и как выглядят обычно проекты. Вот, к ответу на ваш вопрос. Да, вот как раз мы плавно переходим к формату проведения, к доступам к занятиям. Форматы проведения. У нас будут проводиться вебинары. Почти в каждом вебинаре у нас будет предусмотрено практическое задание. Вы чекаутите репозиторий, делаете какие-то, ну, делаете какие-то активности. Они, причем, в разных проектах разные. Ну, в общем, вот такие интерактивные вебинары. Есть возможность смотреть вебинары в записи. Тогда вы можете спокойно, ну, когда приходит время задания практического, поставить на паузу, заварить себе чашку кофе и спокойно сделать практику, возможно, что-то еще больше. Ну, какое-нибудь задание со звездочкой, которое мы, например, можем не успеть во время вебинара. Ну, в общем, вот так выглядит вебинар. Примерно как мы сейчас с вами общаемся, только без временного лага, и будет проходить специально программный Zoom. Вот, ну, там есть куча всяких инструментов. Ну, примерно как мы с вами общаемся. Но только с идеей и с практикой будем что-то писать. Вот. По поводу домашних заданий. Домашние задания, вот чисто домашние задания, не практика, которую мы делаем на вебинаре, а вот прям домашнее задание дается в конце вебинара. Вы его делаете условно до следующего вебинара. Некоторые домашние задания будут большие, некоторые поменьше. И домашние задания в среде будут даваться через занятия. Вот. То есть, условно говоря, за неделю у вас пройдет два занятия, и на одном из них будет дано домашнее задание. Конечно, какие-то первые недели они у нас пройдут все в домашних заданиях, как ни странно. Где-то у нас будет пробел с интервалом в два домашних задания, чтобы вы успели доделать другие домашние задания в частности. Ну, вот как-то так это выглядит. Что хочу сказать по поводу временных затрат. Обычно занятия проходят полтора часа в среднем, иногда два часа, иногда чуть-чуть меньше, чем полтора часа. В общем, можете ориентироваться, что они проходят в среднем полтора часа. В действительности временные затраты это три часа в неделю на просмотр вебинара. Практика показывает, что вебинары во время выполнения домашних заданий еще и пересматриваются. Что касается выполнения домашних заданий, пересматриваем вебинары. Домашнее задание в среднем один раз в неделю и в среднем оно занимает от четырех часов. Сколько будет в действительности занимать конкретное домашнее задание у вас? Это связано с вашими навыками. Лежит вам игла эта технология или нет? Например, хотите ли вы погрузиться глубже? Во всех домашних заданиях предусмотрена какая-то минимальная часть, которую необходимо сделать. Если вы, например, не успеваете что-то сделать, если просто нет времени, мы все взрослые люди, поэтому есть возможность просто сделать домашнее задание быстро. Но некоторые домашние задания или подразумевают, или опционально вы можете погрузиться достаточно серьезно. Поэтому они занимают от четырех часов. Вот как-то так. Так. Вопросы какие? Давайте я отвечу на вопросы, которые здесь появляются. Выпускники находят работу? Находят еще как? Ну, безусловно, начинаем ближе к концу курса. Мы проставляем в зависимости от рейтинга рекомендации и уже с некоторыми связываются уже работодатели. Про статистику. Вот я, к сожалению, не знаю статистику, какой процент устроился. Если у нас сейчас есть представитель отброса, он, наверное, может сказать про статистику. Но вот я лично не знаю. Обратная связь от отучившихся есть, безусловно, есть. Очень здорово, что, например, с некоторыми мы поддерживаем еще связь в слайке. И иногда рассказывают какие-то истории из работы непосредственной, с чем получилось столкнуться. Ну, в общем, обратная связь есть. От себя еще хочу добавить, что в блоге Отус вы можете посмотреть, там есть примеры выпускных проектов. Ну, примеры выпускных проектов, рассказы с аксесс-сторией, ну, кто как отучился на курсе. Поэтому вы можете даже в блоге Отус посмотреть. Ну, по поводу статистики еще хочу обратить внимание, что не всегда все приходят в Отус для того, чтобы найти работу. Есть, и это на самом деле очень здорово, что есть категория слушателей, которые нашли уже работу своей мечты, но хотят потянуть знания Спринга. И они уже вот прямо сейчас выполняют какие-то производственные, ну, в общем, работают уже Спринг-разработчиками. И очень здорово, что это позволяет с ними говорить о чисто практических вещах. Они могут что-то привнести в наш курс, задать какой-нибудь вопрос, который мы будем разбирать на рубинаре. Ну, в общем, есть категория слушателей, которые уже где-то работают. И есть категория слушателей, ну, вот, у которых есть свои собственные проекты. И на самом деле, ну, вот, это очень здорово. И вот поэтому статистику как таковую очень сложно собрать. Я лично не собираю статистику, но, возможно, она где-то есть. Так, визуализация структуры проекта. Ох, нет, не будем проходить. Идея строить диаграммы классов. Мы будем рисовать диаграммы классов. Но с некоторых моментов мы научимся эти диаграммы видеть, видеть, понимать, рисовать. И не только классов, но еще и всякие архитектурные и так далее, и так далее. Ну, кстати, общаться будем периодически у ML-диаграммами. Предлагаем переходить к следующей теме. Как будет проходить проверка домашних заданий? Как будет организована работа в группе? Как мы будем общаться с группой? Ну, отвечая на вопросы. Традиционно домашние задания выполняются в гид-репозитории. Рекомендую использовать гид-хаб. Вы спокойно можете использовать битбакет-репозитории. Там и там есть приватные репозитории. Вы можете не опасаться за то, что кто-то увидит ваш код. А можете, наоборот, хвастаться. В общем, в одном из этих популярных ресурсов, пул-реквест, мы ревьюем соответствующие пул-реквесты и старательно требуем, чтобы работа была организована как в реальных проектах. С проверкой, с откатами, с нержами. Стараемся приблизиться к реальным проектам. Поэтому работа будет происходить в гид-те и через пул-реквесты. Ага, там, по-моему, сейчас на гид-хабе как раз уже не платная приватка. Я на самом деле не пользовался приватными. Но говорят, уже бесплатная приватная репозитория. В общем, мы будем работать в гид-те, не в освоении, в гид-те. Поэтому к первому же занятию можете спокойно устанавливать клиент гид-та и работать с одной из платформ. Все примеры, все репозитории от преподавателя будут выложены, естественно, в гид-хабе. Ну и как у всех программистов, общение у нас в основном касательно домашних заданий будет организовано в пул-реквестах. То есть мы будем обсуждать, почему вы написали, почему не нравится, что написано, почему отстаивать свою точку зрения. Ну, в общем, вот касательно домашних заданий мы будем общаться непосредственно через пул-реквесты. У нас в личном кабинете предусмотрен некоторый чат. Ну, в общем, вот будем общаться в основном в пул-реквестах. Безусловно, есть у нас способ задавать просто вопросы и вообще строить общение, организовать это комьюнити. Есть замечательная такая штука, как Slack. Так, ничего круче Slack'а для программистов нету. Это не Skype, это намного круче. Ну, в общем, у нас есть группа в Slack'е, у нас заведен собственный репозиторий и мы будем производить общение именно там. Поэтому вот такое приближенное к реальной жизни общение. Ну и, конечно же, во время вебинаров у нас будет чат в вебинаре. Можно задавать вопросы даже голосом. В общем, вот так будет происходить общение. Вопросы. Так, отвечаю на вопросы. Так. Ага, про GitHub разобрали. Как, нет, как хотите. Вот вся фишка пул-реквестов заключается в том, что вы можете коммитить микрокоммитами. Я, кстати, сторонник того, чтобы лишний раз закоммититься, чтобы понятна была по истории коммитов логика. А ревьюить, ну, то есть, посмотреть итоговый код преподавателя очень удобно через пул-реквесты. То есть, вы коммитите коммитами, а мы смотрим уже готовый код. Вот. Поэтому, как вам удобно, так и выкладывайте. Вот. Чтобы можно было проследить логику. Да, пожалуйста, пожалуйста, отличный, нет, отличный пример Machine Learning вместе со спрингом. Вот. Пожалуйста, вы можете заиспользовать. Да. Вообще, по поводу проекта мы сейчас поговорим. Каких-то ограничений на проект, ну, там, железнобетонных ограничений. Ну, разве что, кроме того, что он должен быть сделан на спринге ради чего мы здесь и собрались. Таких ограничений нет, но давайте сейчас как раз и поговорим про следующую нашу тему. Про выпускной проект, как он у нас устроен. Хочу сказать, что выпускной проект, у нас есть один проект, мы пилим онлайн-библиотеку. Он может быть распределен по обучению. Ну, то есть, вы не обязательно делать именно этот проект. Вы можете взять свою тему и очень здорово, что находятся слушатели, которые с первого дня знают, что они будут делать. И вот с изучением спринга они начинают его делать, дорабатывать и доделать. Безусловно, проект вы можете делать только в последний месяц. Это достаточно специфичная работа. И вот последний месяц проектной работы как раз предназначен для того, чтобы заниматься только проектами. Ну, некоторые требования к проектам, ну, безусловно, он должен быть сделан на спрингбут. Это как-то неформальное требование. Просто без спрингбута совсем мрак писать и совсем времени не останется. Должна быть какая-то работа с базами данных. Очень хочется, чтобы вы попробовали спрингдейта. Причем, ну, вы можете использовать чистый GDBC, вы можете использовать спрингдейта высокоуровневую. Причем, как подключение к нереляционным базам данных, ну, как к реляционным, так и к нереляционным. Короче, нужно использовать какое-то хранилище данных. Вообще, в идеале должен быть какой-то UI. Хотя очень здорово, что какие-то проекты, они носят чисто технический характер, и у них UI как такового нет. Ну, предполагается REST-интерфейс. Это просто удобнее. И работать с UI-мпосредством Аяксом. Некоторые пишут крутые single-page application приложения для работы с проектом. Ну, в общем, хочется, чтобы был такой UI. Конечно, UI может быть не такой сложный. Ну, как хочется. И есть варианты проектов, которые видели. Это совсем небольшая бизнес-логика, но зато сделана обвязка из всех кластерных фич, развернут в кластер. Ну, в общем, вот так вот выглядит проект. Ну, и, безусловно, аутентификация, авторизация. Я использую Spring Security для того, чтобы у вас были пользователи, ну, и аутентификация, и авторизация, для того, чтобы вы попробовали это попробовать. Так, ну, немножко вопросы по проекту. Так, а я не понял про Python. А, про Machine Learning. Вот на Java, вот если честно, не в курсе темы Machine Learning. Вот совсем не в курсе. Отвечая на вопрос, явно, нет, не только большие. Более того, вот мы как раз пройдем Spring Boot, он позволяет вам сделать стартап проекта. То есть, вы придумываете какую-то идею, и у Spring Boot основная цель, как можно быстрее дойти до продакшена. И он содержит в себе, в частности, реализацию продакшен, Ready Features, который позволяет вам эффективно работать в продакшене. Так и позволяет очень быстро дойти до кода в продакшене. Кое-что там заменено по умолчанию, кое-что конфигурируется по умолчанию. В общем, пользоваться сплошным удовольствием. Поэтому вот Spring Boot как раз и предназначен для того, чтобы не только большие проекты, а вот, ну, именно маленькие прототипы, ну, и вообще просто простые проекты писать. Поэтому это вот Spring далеко не для таких больших проектов. И это не такой страшный монстр. Мы после третьего занятия уже приручим этого монстра и думаем, создать приложение на Spring Boot это только так. Вот. Создать, причем очень короткое. Ага. View один из вариантов. Очень здорово, что у нас, ну, мы не придерживаемся таких вот каких-то убеждений, какой фривор круче. Мы предупреждаем, что в View, например, проще интегрировать. У него есть вариант работы без GSX. Его, например, в классические приложения проще интегрировать. Реанг достаточно прост в изучении. Ну, не просто в изучении, у него ниже начальный порог входа. Angular очень крутой, но и, соответственно, уровень начального входа в нем гораздо больше. Вот. Поэтому мы, безусловно, про это говорим, предупреждаем. Но очень здорово, что слушатели некоторые не боятся сложностей и выбирают какой-нибудь незнакомый фривор. Так, Android. Да, повторюсь, что Android в качестве UI для проекта можно использовать. И вот как раз, к сожалению, вот в ближайшее время не было защиты, но вот буквально завтра будет защита одного из проектов, где UI является именно Android-приложение. Очень, ну, и очень хочется посмотреть. Надеюсь, через некоторое время вы прочитаете об этом в блоге Otus, что в итоге получилось. Так, дополнительно почитать про Sprint. Все расскажу. Вот не переживайте, с некоторым моментом, с первого задания расскажу, ну, вообще, как у нас будет строиться обучение, почему в начале некоторые вещи читать лучше не читать. Ну, то есть, про базовые принципы я вам расскажу. И вот уже через признан вот этих базовых принципов ну, дастся литература. Ну, и, конечно же, можно будет дальше читать. Вот. Поэтому книг мы еще успеем зачитаться. Так, отвечаю на вопросы. На вопросы дальше. Sprint, конечно, нет, конечно, используют. Вот, вообще не переживайте. Тут, на самом деле, как бы так сказать, нет, если вам кажется, что Sprint грузный, он отнимает, ну, там, ну, некоторую часть перформанса, нет, это неправда. Есть более навороченные реактивные фреймворки, которые позволяют, ну, лучше утилизировать и в некоторых случаях работать гораздо эффективнее, ну, и там, чем классические фреймворки. Ну, для этого нужно, вот как раз нужен и Sprint реактивный, в частности. А, во-вторых, в больших приложениях достаточно просто увеличивать производительность, ну, вы просто добавляете ноды в кластеры и увеличиваете производительность. Но не все так просто. Когда вы строите кластеры с приложений, начинается куча других разных проблем. И вот, в частности, работу с этими проблемами мы будем рассматривать, ну, на нашем курсе. Вот, в микросервисной архитектуре и так далее, и так далее. Поэтому в Sprint, конечно же, используется при высоких нагрузках. Он достаточно производительный фреймворк. У него есть некоторые критические плюшки, которые позволяют в высоко-высоко нагруженных приложениях делать. Я сейчас говорю про реактивный стэк. И мы все это попробуем. Это я ответил на вопрос с Алексеем. Так, отвечаю вопрос дальше. Про Vue сложнее реактора. Честно, да. Vue сложнее реактора. Так, вот начинать изучение фронтенда я рекомендую с реактора. Это моя первая любовь. Ну, и, как бы так сказать, реактор ближе к джава-разработчикам, я считаю, чем, как ни странно, Angular. Хотя Angular гораздо больше похож на Spring. Как ни странно. UI, нет, не совсем обязателен. Нет, нет, нет. Вы можете рест-ресурсами, вы можете написать крутое приложение со свайгером, ну, со свайгер-интерфейсом, отправлять запросы, и да, этого будет достаточно. Защита проекта. Ну, во-первых, проект состоит из двух частей. И выполнение проектной работы, собственно, ваш код, который вы напишите, он отдельно оценивается, проводится ревью кода. Вы можете отправлять его, ну, несколько раз на ревью, потому что это большой проект. Не один раз, а несколько раз. И в конце уставляется оценка за качество кода. И другая некоторая деталь, это, собственно, защита проекта. Когда вы презентуете проект, что он делает, ну, вот такая вот защита проекта. Делитесь с коллегами успешными решениями, кусочками кода. Ну, в общем, вот как-то так. Надеюсь, я сказал про защиту. Кто-то делает с презентациями в PowerPoint, у кого-то вместо презентации говорит сам проект. Ну, вот как-то так. Про защиту. Так, документирование реста. Swagger будем использоваться. Про SpringDogs мы поговорим, но вообще мы будем активно использовать Swagger. Вот прям очень-очень активно. Так, для написания API. А мы только и будем заниматься тем, что будем писать API. Конечно же, есть. Или вы про документы API. Я не понял вашего вопроса. Минусы, конечно, будут рассматриваться. Мы, на самом деле, с одних из первых занятий сразу видим минусы. Минусы, безусловно, есть. И мы будем разбирать, как с ними жить, как обходить некоторые вещи, как упрощать себе жизнь. Ну, и повторюсь, что у SpringDogs есть множество фреймворков, при том некоторые фреймворки, они конкурирующие. Ну, про это я уже сегодня говорил. Например, есть реактивный и нереактивный стек. Есть фреймворки для работы с монолитом. Есть фреймворки для работы с микросервисами. Ну, то есть они вместе, в принципе, принципиально не могут жить. Поэтому то, что является минусом, например, в одном фреймворке, является плюсом в другом. Ну, потому что у них разные парадигмы. Ну, какие-то общие плюсы есть и в самом Spring. Какие-то общие минусы есть в самом Spring. И мы, конечно же, будем с этим работать, как дальше жить. Поэтому, конечно же, мы все это рассматриваем. XML. Нет, не нужно будет. XML у нас будет первое занятие. Мы сконфигурируем XML и забудем, как страшный сон. Потому что в XML все будет очень явно видно. Ну, то есть педагогический все-таки контекст получится на XML. И все. И мы на этом закроем изучение XML. Ну, единственное, XML у вас будет в помнике, если вы будете использовать мыло. Все. И XML больше не будет. А, нет, соврал. Ну, и соап-сервисы мы, конечно же, будем проходить. Но это будет одно занятие. И ползанятия мы поговорим про соап-сервисы. Но это уже совсем-совсем после XML. Так. Эмбр не проще? Нет, конечно, проще. Ну, просто реакту несоизберимо больше. Ну, и экосистема у него. Поэтому. Ну, хотя нет. Некоторые вещи в реакте, они, правда, проще. В реакте можно взять и написать сразу все. Но это мы все про E-Mai. Давайте про спринг. Так. Отвечающий на вопрос Алексей. Будут требования. Придираться будем. Все будем придираться. И к форматированию. Ну, и форматирование кода в Java. Когда вы статическую примену и маленькими буквами называете. Когда вы не статическими большими. Мы ко всему этому будем придираться. Конечно, курс не про Java программирование. И мы можем, ну, советовать только на ревью. Поэтому, ну, как бы так сказать. Поэтому писать очень красивый код на Java мы вас не научим. Конечно, мы отметим каждый этот недочет. Мы долго будем отмечать эти недочеты. Но все лежит на вас. Все-таки у нас курс касается не Java, а спринга. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос, Алексей. Но придираться мы будем. То есть, вот старательно, причем неумолимо будем требовать. Так. Архитектурные веби. Конечно, будем рассматривать. Рассмотрим разные подходы. Рассмотрим, что такое ЯКС, что такое SPA. Как вообще сейчас пишется современное приложение. Почему не все сейчас пишется на React. Почему используются классические приложения. Это мы тоже разберем. Ну, и как это находит отражение в архитектуре бэкэнда, это мы тоже разберем. Да. И это станет понятно. На самом деле, там почти ничего сложного, когда вы осознали некоторые принципы. Комментарии все равно на каком. Можете на французском еще писать. Можете на английском. Я думаю, можно и на немецком с некоторого времени писать. Так, ну все. Мы уже про язык в комментариях. Начали говорить, что это плохо. Давайте двигаться дальше. Немножко перейдем к часто задаваемым вопросам. Здесь представлен список часто задаваемых вопросов. Ну, и, соответственно, с заранее подготовленными ответами. Выдается ли сертификат по окончанию курса? Да, выдается в электронном виде. Этот сертификат вы можете разместить в вашей резюме. В этом сертификате будет отмечено, сколько домашних заданий вы сделали. Поэтому домашние задания надо выполнять в частности. В частности, из-за этого, если вы будете выполнять проект, если вы решитесь на проект, то тема проекта будет также отражена непосредственно в сертификате. Ну, немножко про процесс трудоустройства я затронул эту тему. Отвечу на этот вопрос. После курса, начиная с некоторых моментов, мы проставляем рекомендации студентам, слушателям. Насколько они заинтересованы были. И есть еще, кстати, небольшой рейтинг. После этого с лучшими слушателями связываются работодатели. Есть список работодателей, которые партнеры ОТУС, правильно их так назвать. И постепенно происходит процесс трудоустройства, связываются и организуются. Еще периодически проходят некоторые встречи в Метампе. В общем, будут рассказываться некоторые дополнительные плюшки трудоустройства. В общем, вот как-то так выглядит процесс трудоустройства. Так, чем проект отличается от конкурентов? Ну, немножко от себя хочу. У нас есть заготовленный ответ, я еще от себя чуть-чуть добавлю. Ну, во-первых, чем отличается от конкурентов? Мы не учим с нуля. То есть, вот стать разработчиком, с крутым синьером на спринг-фреймворке, решающим крутые задачи с архитектурными практиками с нуля. К сожалению, нельзя такого. Вот, к сожалению, не получается такое в реальной жизни. Но, имея некоторый бэкграунд, вы можете достаточно серьезно продвинуться в вашем уровне, в вашем осознании, вообще, программировании, практике программирования. Поэтому, в частности, проект не учит с нуля, а двигает... В общем, начиная с некоторых моментов, нам гораздо приятнее разговаривать именно о технических темах, потому что мы все знаем про некоторые технологии, и мы поднимаемся вверх, и это очень здорово. Ну, популярный вопрос. За что слушатели курса платят деньги? Это различная инфраструктура. Причем, к инфраструктуре можно отнести наш незаменимый административный штат, который позволяет быстро решать проблемы, которые у вас найдутся. Ну, и, безусловно, это работа преподавателей, проверка ваших домашних заданий, ну, вот качественная проверка ваших заданий. Следующий вопрос. Может ли работодатель оплатить обучение сотрудникам? Да, может, есть такие кейсы. Пишите, пожалуйста, на Help.Otus, вот где-то внизу, где вы смотрите это видео, там есть как раз контактный e-mail. Если вас заинтересовала такая возможность, пожалуйста, напишите письмо. Письмо вашим... Письмо на Help.Otus. Другие часто задаваемые вопросы. Можно ли присоединиться к группе после старта курса? Да, можно. Но соизмерьте ваши силы. Если... Ну, темп курса достаточно высокий. И если вы хотите прийти прямо на середину курса, то, возможно, стоит дождаться следующего набора группы, потому что мы все уйдем несколько вперед. Вот, поэтому соизмерьте... Соотнесите ваши силы, соотнесите ваше время, со временем необходимым для курса. Но, правда, у нас в самом начале предполагается еще такой вот медленный старт. Ну, в общем, вот через одно... Через один день, по-моему, занятия у нас будут первые проходить. Поэтому, ну, вот, можете, можете еще успеть. Но в середину, конечно же, вам будет намного тяжелее, и, быть может, стоит дождаться другой группы. Не переживайте, если вы пропускаете какую-то лекцию. Все лекции пишутся в виде стримов, в виде записей из систем, из систем, в которых проводится вебинария. Поэтому все записи остаются, и вы можете их спокойно пересмотреть. Конечно, мы все хотим отдыхать, мы все хотим работать. Да и вообще просто бывают такие ситуации, когда не получается посетить вебинар. Не переживайте, такая возможность есть. Ну, и некоторые слушатели, ну, они вообще целиком смотрят курс в записях, потому что иногда можно поставить на паузу. Это, наверное, комфортнее. Но, конечно, вы лишаетесь возможности задать вопрос онлайн преподавателю. Так, коллеги, не переживайте. Еще у меня есть два заготовленных вопроса-ответа, и я перейду к вопросам в чате. Можно ли прервать обучение и продолжить со следующей группой? Да, можно. Есть такая возможность. Если вы совсем что-то не успеваете, у вас завал на работе, ну, и вообще просто не вылезти. Ну, или просто такое бывает, что вы как-то отстали, вы не можете продолжать дальше обучение, в этой группе, вы можете перевестись в следующую группу. Но с некоторыми оговорками. Вообще у нас курс развивается, у нас курс постепенно растет, и если изменится стоимость курса, изменится стоимость курса в большую сторону, то продолжать со следующей группой нужно с некоторой доплатой. Ну, и, соответственно, последний вопрос, неприятный вопрос для преподавателей. Что делать, если оплатили уже курс или один месяц только? Вам не понравилось? Вам не получилось учиться? Ну, или просто не лег отус на душу? Возможность возврата средства есть, обсуждается каждый раз индивидуально. Пожалуйста, можете писать в нашу поддержку, но такая возможность вообще говоря есть. Все. Вроде я ответил на все заготовленные заранее вопросы, мы теперь работаем, ой, в смысле, работаем в чате. Так, отвечаю на вопросы. Требования к форматированию. Вообще говоря, есть стандарты Oracle по форматированию. Они, кстати, развиваются. То есть, там, 120 теперь символов ширина экрана. Вот. Форматы форматирования есть, и мы будем стараться их придерживаться. Так, не отниметры на бэкэнда. Нет. Вот вы можете сравнить, как бы так сказать, поработав немножко с теми технологиями, которые мы будем проходить, вы поймете, что Go далеко не заменит Java. И это не произойдет еще очень долго. И вообще Java один из лидеров в разработке бэкэнда, поэтому найти такое количество библиотек, решающих технические задачи, ну и вообще бизнес-задачи, бизнес-кода, ну вы нигде не найдете ни на одной платформе. Ну, то есть, вот ни на датнете. Ну, Python может быть еще, но нет. Вот. Вот такого, как в Java, вы не найдете нигде. Поэтому не переживайте, не отнимет. Так, Вячеслав, да, дает возможность. Причем у нас есть кейсы, когда люди спокойно проходили сертификацию Pivotal, и причем, ну то есть, проходили очень-очень круто. Вот. То есть, очень здорово. Мы и говорили то, что после курса, как ни странно, сертификация достаточно простая, оказывается. Поэтому сертификацию вы можете пройти. Но сертификация Pivotal не входит в сам курс. Собственно, это наш курс. Вот. Но студенты сдавали, да, я знаю как минимум трех, ну вот трех успешно сдавших. Да. Это к ответу на вопрос про сертификацию. Ну и вот совсем недавно слышал, что после курса сертификация, ну она так себе, вот, по сложности. Видимо, хардкорный курс получился. Так, что еще хочу сказать. Опыт QA automation, требования к курсам, по поводу требований к курсам, они изложены на странице курса. Повторюсь их еще раз. Очень круто знать какой-то сборщик. Вообще мы все стараемся устраивать небольшие ликбезы. Иногда не получается по сборщикам. Но вот сборщик в идеале нужно знать достаточно хорошо, потому что мы будем серьезно работать с мейвен-зависимостями. Ну, в Gradle тоже с мейвен-зависимостями будем работать. Поэтому вот сборщик очень, ну, очень хорошо нужно знать. Вообще, безусловно, основы джавы, безусловно, нужно знать. Причем, ну, не просто основы. Ну, успешно писать код. Есть некоторые, как бы так сказать, многопоточность в джаве вы можете до определенного момента не знать. Но, начиная с некоторого момента нашего курса, мы будем активно использовать многопоточность. Во всяком случае, говорить про многопоточность. И держать в уме эту многопоточность и блокировки. Поэтому, если, ну, нет опыта в многопоточности, то ее с некоторого момента нужно подтянуть, безусловно. Ну, и мы будем активно общаться с базой данных, поэтому очень приветствуется опыт работы с SQL-базами данных, написание SQL-запросов. Ну, в общем, вот как-то так. Если вы прошли тест, то все нормально. Вот тест сформулирован таким образом, чтобы вот минимальные требования пройти. Конечно, кто больше работал с джавой, он имеет некоторые преимущества. Поэтому не переживайте, что придется некоторые моменты догонять. Но практика показывает, что с некоторым моментом у нас уравнивается скорость выполнения задач. Но приготовьте к тому, что будет тяжелее, если чего-то не хватает. Поэтому Automation Java, ну, мне кажется, что да. Так, спринга для Python, Django, хороший ответ, да. Так, Java Code Conversion. Да, Антон, отлично, что вы прислали эту ссылку. Вот ее как раз я и хотел прислать. Нет, вы можете, нет, вы можете и Google вы используете. В действительности они не сильно отличаются. Вот, поэтому вы можете не переживать. И, ну, мы, кстати, мы, кстати, говорим. Нет, нет, мы придираемся. Вот, скажу, что сразу мы придираемся. Еще вопросы? Нет, не сдохло. Нет, нет, нет. Это, вот, GSF и Vyden, это, по сути дела, замена спринг и VC. Их мы коснемся вообще, что они выполняют. Но это, ну, достаточно большие технологии. Поэтому мы их касаться не будем, потому что, ну, они, как бы, так сказать, заменяют спринг, ну, заменяют спринг. Оно не сдохло, Vyden, крутой фреймворк. Мне, если честно, не совсем нравятся некоторые плюшки в Vyden. Вот. Ну, возможно, потому что на React все проще написать, чем на стороне бэкэнда. Вот. Но они заменяют спринг и VC. И, как бы, так сказать, их подключить к спрингу, та еще задача, и мы их не будем рассматривать. Вот. Но оно не сдохло, оно вполне... Вот GSF, я бы сказал бы, конечно же, сдохло немножко, а вот Vyden нет, полноценный фреймворк. Почему нет? Да, по поводу тестирования. Будем... Мы с первого занятия будем учиться писать тесты, и каждому фреймворку спринг мы будем проходить, обязательно у нас будет блок, как писать тесты. И за отсутствие тестов мы будем ругать, и рано или поздно у нас все начинают писать тесты. Вот. Причем тесты на базу данных, на репозитории, с моковой базой данных, ну, с моками на Makita, с плюшками, тестирующими Security. Ну, в общем, вот для каждого фреймворка у нас будет блок, как писательный тест. Мы будем старательно требовать, и, ну, вот, очень здорово, что к некоторым прививается любовь, ну, вот, насильственным образом прививается любовь к тестированию. И это очень здорово, потому что, ну, вот, без тестов совсем никак. То есть это прям современные правила приличия. Вот. Поверьте, тестов будет много, и поначалу все кричат, как можно так много тестировать. Мы код написали, а тестов в два раза больше нет. Вот именно так и надо. Поэтому не переживайте. Ну, вроде вопросов других нет. Коллеги, сейчас последний шанс задать ваши вопросы. Последние вопросы. День открытых дверей на сегодня закончился. Так. Ой-ой-ой. Давайте зададим последние вопросы. Чего это не включили? Нет, он поддерживает. GUnit 5 поддерживается уже в Spring Boot. Там даже в... Сейчас скажу. В Spring Boot-тесте уже стоят аннотации GUnit 5. Нет, нет. Прекрасно используется GUnit 5. Нет, и мы будем писать на GUnit 5. Ну, то есть проходить всякие плюшки. Конечно, если вы хотите писать на GUnit 4, ну, вот и все, и вас-то не хотите писать на 5, то мы будем проверять на 4, то, что вы напишите. Ну, это как раз та возможность попробовать новый 5-й GUnit, влить их к себе в проект, ну, и писать на современном стеке. А Serg, Кстати говоря, вот я не фанатичен в этом смысле. Используйте асерты, хоть GUnit-овские асерты. В общем, хамкрест, а Serg, можете использовать. Я фанат а Serg. Нет, TestNG, а вот TestNG не рекомендую. У него есть некоторые проблемы. Ну, и как бы так сказать, TestNG заполнял пустоту между версиями GUnit 4 и GUnit 5. Ну, и он логическое продолжение GUnit 4, когда он был застой, и он долго не выходил. Но GUnit 5 более чем покрывает все клюшки TestNG. TestNG только проблемы создает. Поэтому я настоятельно... Есть объективные причины такое говорить. Вот. Поэтому рекомендую использовать GUnit 5. Вообще, что это мы говорим? У нас еще сейчас не лекция по тестированию. Но, в общем, вот я определился мнением. Спок может, может... Ну, вообще, мы... Как бы так сказать, тестирование мы будем проходить в рамках ликбеза. Вот. Как тестировать? Оно, конечно же, будет распределено по всему курсу. Но тестирование мы будем, ну, вот, максимум проходить в качестве ликбеза. И, спок, мы чуть-чуть рассмотрим. Но вообще, технологию BDD и Cucumber писать вы можете на чем угодно. Ага, до какого числа? Ну, вообще, вы можете задержаться. То есть, вот, вы можете оплатить... Это вот про это как раз был слайд. Вот. Так, можно ли присоединить? Вот. Вот эта вот строчка в слайде. Можно... Вы можете чуть-чуть задержать и присоединиться чуть попозже. То есть, вот каких-то таких критических рамок нет. Но помните, что чем больше занятий проходит, тем сложнее вам будет догонять. Темп будет достаточно быстрый. Ну, коллеги, все. Вопросов нет. Я правильно вас понял. Предлагаю вам всем пройти тестирование. Тестирование. Опрос. Опрос о сегодняшнем не открыты дверей. Пожалуйста, оставьте ваше мнение вот по вот этой ссылке. Она, наверное, вот там внизу, где у вас открытое видео YouTube, тоже все есть. Пожалуйста, оставьте отзыв. Ну, и хочу сказать спасибо большое за внимание. Хочу сказать, до встречи. Вотус. И, видимо, всем пока-пока. А я знаю, у вас сейчас ланг. До вас только сейчас дойдет вот эта фраза. И вы только сейчас начнете писать в чат. Ох, четвертый. Нет, 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 нет. Он четвертый. Ага. Продолжаю отвечать на вопросы. Нет, в зависимости от четвертый, но он тесно синтегрирован и с пятым. Нет, конечно же, нет, в зависимости от четвертой стоит, но пятый прекрасно прикручивается. А, или это именно вы и спрашивали, да? Именно в зависимости от Spring Boot Test. Да, все, я понял, про что. В зависимости от четвертой. Это да. Но Gnit пятый, он... Gnit пятый, он чем еще хорош? То, что он позволяет и Gnit четвертый тест запускать, и Gnit пятый. Поэтому... Ну, во многих проектах очень много написано тестов на четвертом. Вот, видимо, поэтому не выпиливают. Но я надеюсь, что все-таки перейдут на пятый. Два года это не срок для фреймворка. Три года, четыре года, по-моему, ждали Gnit пятый, поэтому сколько кода написалось за это время. Поэтому, видимо, еще останется. Но проблем с... Ну, то есть, вот, использовать пятый, ну, это делается буквально, буквально очень просто. Все, я понял, про что вы спросили. Надеюсь, ответил. Ну, что, коллеги, если нет других вопросов, пожалуйста, пройдите опросы сегодняшнем занятии. Ну, и, видимо, все. Всем пока-пока. До встречи, Lotus. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!